Я думаю, что начну с представлений наших гостей. Это все началось от того, что мы познакомились через интернет с Денисом Фадеевым. И я попросил его, если есть возможность, чтобы я к ним приехал. И мы несколько дней так общались, обменивались фотографиями, кто что мог достичь и кто чем работает. И эта инициатива приехать сюда поступила от них. Я говорю, давайте мы к вам приедем. Когда они нам сказали, я сразу подумал о нашей Бессарабке. Хотя я уже здесь не живу, но все-таки я здесь вырос, здесь родился. Это мой дом. Есть, был и он будет всегда моим домом. И хотелось что-то организовать здесь для русскоговорящих. Так как для румынских не проблема, можно сделать в любое время. Для русскоговорящих редко когда приезжают какие-то пчеловоды, особенно с такой практикой, чтобы нам чему-то научить, что касается работы с самими ульями и что касается работы в селекции. Второй человек это Иван Фабро. Также было очень приятно вчера познакомиться с Иваном Михайловичем Доскочевым, это президент Ассоциации Матководов Украины. Человек, который в себе имеет очень много информации, очень много секретов, о которых он не всем говорит. И также было приятно познакомиться с Прасю Виктором Михайловичем, тоже человек с практикой, что касается селекции пчел. Они каждое свое время будут иметь слово, опять же просьба, задавать вопросы и стараться увагать друг друга. Если даже во время лекции кто-то захочет кофе, там у вас там есть кофе, печенье, вода. И это то, что я хотел сказать. Еще раз вам спасибо за то, что вы пришли. И первое слово откроет Иван Фабро. Всем привет! Друзья, я чуть-чуть буду волноваться, потому что это дебют у меня выступать перед зрителями, как лектор. Я никогда этого не делал. Дело только на камеру. Я занимаюсь чуть-чуть блогингом, ютубом. Есть у меня канал на ютубе Иван Фабро. Называется, кому интересно, можете посмотреть. Там я делюсь некоторыми украинскими нашими пчеловозами. Может секретными, не секретными, но чем-то делюсь. У меня там написано, там разговор о пыльце. Ну я буду вкратце, возможно хаотично буду что-то рассказывать. И в принципе я приветствую, если что, задавать вопросы, как бы дискуссировать. Потому что опять же не готовился и могу перепрыгать с места на место. Ну чуть-чуть о себе. Мне 33 года. Я с Украины живу в городе Болтава. Пасека у меня находится от моего дома за 74 километра. Я занимаюсь пчеловодством 16 лет. Я сам дипломированный пчеловод. Я зоотехнику пчеловодства. Ну занимался пчелами с 16 лет. Усиленно. Была хорошая практика. Матково-водная практика. Но я никогда не занимался пчелами серьезно. Я занялся ими вообще серьезно. Сейчас скажу. С десятого где-то года. До десятого года я занимался для себя. Для своей семьи. Чтобы был мир. Ну потом я решил удариться в пчеловодство. Так как живу в городе. Специальность у меня пчеловодческая. Это только в селе. Можно заниматься более-менее достойно. Я решил уйти в пчеловодство полностью. Купил станки деревообрабатывающие. Начал сам делать уди. У меня на басеке все самодельно. Есть конечно вот такие у меня купленные. И нуклеусы. А так все я делаю своими руками. Ну в металлоке это понятно, что это все куплено. И вот с десятого года я начал заниматься усиленно пчеловодством. И развивать это. Ну жить с этого. Это мой на сегодняшний день доход. Это моя прибыль. Живет семья моя с пчеловодством. У меня немного пчелосемей. Мы вчера поездили по вашим базикам. И если честно у меня очень неловко что-то перед вами рассказывать. Потому что у меня пчелосемей немного. Я говорю всем сто плюс. Но если... Так я их не считаю если честно. Ну где-то сто пятьдесят есть. Мы считаем по весне. Потому что есть и отводки, и неотводки. И семьи, и зимовалые, и не зимовалые. И сильные, и не сильные. То есть вариантов масса. Так вот. Я ушел пчеловодством и зарабатываю не на меди. Не только на меди. Я собираю еще пыльцу. У меня три направления. И вывод мата. Это не такая промышленная прям технология. Что там допустим тысячи мата. И ну всего по чуть-чуть. Поэтому у меня небольшое количество пчелосемей. Конечно собираюсь еще увеличивать. Возможно еще плюс то добавлю. Ну это все в будущем. Так как я работаю сам. Помощников нет. Только там жена на откачку. Ну на откачку как бы привлекают своих родственников. То сильно не хочу увеличивать свою пасеку. Я решил заниматься всем по чуть-чуть. И вот одно из как бы отдельных ниш. Это пыльца. Я собирал пыльцу. Буду откровенен с вами. Не усиленно. Я собирал ее пыльцу до глипы. Ну буквально вот это по сути мой первый сезон. Который я решил попробовать поэкспериментировать с пыльцой по сбору весь сезон. И в принципе это оправдало и ожиданий. И как бы я доволен остался своим экспериментом. И планирую будущее так заниматься. Почему я решил экспериментировать весь сезон собирать пыльцу. Потому что я сразу у нас в этом сезоне с медом не очень хорошо. И если бы я остался работать на мед. Чисто на мед. То по большому счету было бы очень как бы плохие доходы. Но совсем не то же чего ожидалось. Потому что мне сезон дается чтобы заработать на весь год и следующий сезон. И я посмотрел что приносы нектара у нас не очень хорошие. Вот как бы весна была не очень такая у нас дружелюбная. И поэтому решил с пыльцой поработать весь сезон. Так вот. У меня пасека находится в лесной местности. Очень много дуба. Дуба. Ну растений много. Но дуб. Я хочу сделать акцент на дубе. Вот я вчера ездил по пасекам. У вас тоже есть дубы. И в принципе есть чего собирать. Я никогда не думал что дуб дает вообще пыльцу. Но это очень большая ставка. У меня стоит на дуб. Он очень много выделяет пыльцы. Она очень сладкая. Она очень приятная кушать детям. Очень хорошо она продается в рознице. Но она однотонная. Ее надо чем-то мешать. Но она для глаз не очень симпатична. Но тем не менее. Пыльца. Расскажу как ее собирают. У нас есть пыльцесборники. Навесные пыльцесборники. Которые я вешаю на верхний литок. На верхний литок я не готовился. Слайдов нет. Но хотя бы так расскажу. У меня улей многокорпусные. Улей рута. Улей делаю сам. С двадцать пятки. Сосна двадцать пятка. Все с двадцать пятки. Проваренные улей парафеи. Дно глухое. Крыша у меня. Так как иду на увеличение. Улей я делаю чтобы было меньше всяких запчастей. То есть у меня нет ни подкрышников. У меня нет ни подушек. У меня просто дно, корпус и крыша. Крыша у меня сэндвич. То есть фанера, пенопласт, двойка и фанера. Вот это у меня вся крыша. Покрыта алюминием. И почему я обратил внимание на свои улей. То что я всегда собираю пыльцу с плотным отбором. Мне многие спрашивают, не шревато это последними. Я всегда отвечаю, возможно шревато, но тут надо смотреть у каждой свои условия. В моих условиях это лес, который приносит очень-очень много пыльцы. И я вешаю пыльцесборник. Пришла весна, я даю пару дней, ну три дня уже хороший принос пыльцы. Я даю пару дней чулоком принести себе пыльцу. И навешиваю пыльцесборник на верхний люточек. Ну у меня в корпусе. И все люточки закрываю. У меня нижний люточек все закрыт. Есть люди собирают на нижний люточек. Но у меня, я хочу на верхний люточек. И собираю на верхнем люточек меньше мусора и так дальше. И у меня вот так пыльцесборник закрыт весь сезон. Есть много вопросов и по роению, и по вентиляции, воздухообмену. Я сам переживал, что будут сильно пчелы роиться, особенно летом. Но все оказалось очень легко и просто, и сезон прошел успешно. Пыльцы я собрал немного, но без, если так даваться точные цифры, без буквально там пару десятков килограмм, я в этом сезоне собрал около тонны пыльцы. Собирал я, начал собирать ее с пятидесяти улью, закончил с семидесятью. Ну и я спрашиваю, сколько вышел я на семью. Так как я грешу, я не веду на пасеке статистики. Ну нет, я работаю пчелом, я не могу себя заставить там записывать. Только в этом году я начал писать только доходы денежные. Это самый мой прогресс такой по статистике. У меня нету статистики, сколько приносит та или другая семья. Ну вот я забрал тонну, грубо говоря, тонну пыльцы. Если посчитать с мукой, которую я просил, и тут она есть. Так вот, пыльца. Как оказалось, это рентабельная и довольно так неплохой дополнительный заработок мёд. Многие говорят, что пыльца сильно садит пчел. Я с этим не спорю, но в своих, в моих устоях. Так как приносы пыльцы очень хорошие, то я по сезону не увидел упадка по силе семьи, что там семья просила, и не увидел по потере мёда. Почему не увидел? Мёд в этом году, в этом сезоне плохой. Но это, в принципе, у нас по Украине, ну не всей. Вот, допустим, западной лучшей был сбор урожая мёда. Но у нас, я в центральной Украине, ближе к северо-востоку, наверное, к Харькову, то у нас с мёдом плохо. И когда я начал анализировать своих соседей по областях, по пасиках, они собрали то же количество мёда, что и я. Но я при этом плюс ещё собрал пыльцу. Вот у меня знакомый, у него 140 семей, он не рискнул в этом сезоне собирать пыльцу, хотя мы собираем вместе. Но в итоге мы собрали по мёду одинаковое количество мёда, но я плюс ещё собрал тонну пыльцы. За матки я не буду в матке удаляться, а в матке это отдельная ниша. И что получается? Да, я уделял много времени для сбора пыльцы, потому что пыльца, она привязывает к пасике. Она не всем подходит, потому что есть люди, которые выходного дня у нас, по крайней мере, пчеловоды, которые не всегда могут быть на пасике. Ну, в моём случае я работаю и живу на пасике, то меня этот вариант устраивает. Пыльцу надо собрать каждый вечер, её надо сушить, её надо хранить, обрабатывать, ну, чтобы не завладилась мыль и так дальше. То есть она забирает много времени. Ну, я считаю, она того стоит. Так вот, я вот хаотично, вы меня, если что, перебивайте. Я чуть-чуть просто волнуюсь. По поводу сбора пыльцы. Дуб. Дуб – это большая ставка на него. Как только он зацветает, приносы пыльцы увеличиваются, ну, как минимум в два раза. Но он прихотим, если стукнет мороз чуть-чуть, и пыльца сразу же пропадает. Но он даёт хорошие приносы. Бывает в день, опять же, статистики не веду, но у меня хмельницкие пыльцы-сборники навесные, там есть лоточки. Вот в лоточек примерно входит, я взвешивал, где-то до 460 грамм. Вот когда зацветает дуб, вот эти два лоточка, ну, лоточек, за день, бывает, снимаю по два раза. То есть есть семя, которые меньше, но есть семя, которые приносят по два лоточка. То есть, пока сойдёт дуб, я могу снимать довольно хорошее количество пыльцы. По поводу того, что есть пыльца в семье. Да, она есть. Пчёлы умудряются её приносить, и независимо от того, что пыльцы-сборники у меня всё время закрыты, в гнезде, в расплодном гнезде перга присутствует. То есть в моих условиях потерь нету по просадке семьи, потому что пчёлы всё-таки умудряются. Если у кого-то действительно плохие, всё зависит от пыльценосной базы. Есть люди просто, пыльценосная база слабая, и поэтому такой отпор пыльцы, ну, я рекомендую, не стоит его делать. Это может быть паутно для пчёл, это и сила семьи и так дальше. В моих условиях я просто обязан собирать пыльцу. Если я её не собирал, потому что раньше не собирал весь сезон, то просто нижний корпус, рутовский, он забитый первой. Можно собирать, конечно, первой. Она дороже стоит, но это больше трудозатрат, ну, как трудозатрат. Её надо замораживать, её надо выбивать, просеивать, хотя она стоит дороже и более полезна, чем пыльца. Про полезность пыльцы, думаю, не стоит говорить. Все знают, что она полезная, и её стоит употреблять, как самим. Ну, вот, сильно её берут пыльцу в розницу. Ну, не много её берут, но берут люди по килограммчику, в розницу она хорошо уходит. Не знаю, как у вас с пыльцой, но, в принципе, пыльца продаётся неплохо. При том, что я не занимаюсь торговлей, всё продаётся так, объявления на соцсетях и на специализированных сайтах. По поводу сдачи пыльцы. Пыльца, ну, опять же, проблем со сдачей пыльцы нет. Есть оптовики, которые продают пыльцу и в Россию, и даже у меня был оптовый клиент, который где-то на Европу. Точно не знаю, где, но он собирал большую партию на Европу. Брали они на анализ, пыльца проходит, то есть сушка, всё это как бы без всяких проблем. Одно только, что они просят, чтобы она была просеянная, пыльца. Пыльцу я собираю и сушу заводскими сушилками. У нас есть такая Винница, город Винница, в которой делают сушилки, называется Садочек. Их можно самому сделать, ничего там такого тяжёлого нету. Там вентилятор, нагревательный элемент, в принципе, и всё. Многие у нас делают сами сушилки. Ну, я решил купить, это дорого, но оно... Я собираю ведро, два ветра пыльцы, допустим, в день, туда засыпаю, и оно всё без всяких перемешиваний, всё хорошо сушится и не требует дополнительных лотки менять или так дальше. Вечером загрузил, а утром собрал пыльцу, перевеял её и на хранение. Как я храню пыльцу? В пыльцу я собираю ведро, пересеиваю сухую пыльцу, засыпаю ведро и плотно закрываю ведро крышки. Надо, чтобы крышки были плотно закрыты, потому что пыльцу любят кушать моль. Заводится там, если её упустить этот момент, то моль может повредить всю пыльцу. Там заводятся червячки, так дальше, плесень может быть, ну, это микрофлора, она присутствует. Поэтому многие пчеловоды промораживают пыльцу. Её по поводу проморозки есть много, я как бы этот вопрос стал активно чуть-чуть изучать. Многие рекомендуют промораживать, многие не рекомендуют, потому что многие копья сломаны. Одни говорят, что это портит само пыльцо, оболочку. Другие говорят, что это ничего страшного. То есть, куча вот этих, как бы, споров идёт на форумах, что и как-то не в пыльцу. Ну, много, если собирать пыльцу для себя, то, в принципе, её можно не сушить. Её можно в сыром виде замораживать, и она, в принципе, как бы, будет пригодна и полезна для употребления. Для оптовой сдачи пыльцы она должна быть сухая, она должна быть высушенная и просеянная. Хотя есть сейчас оптовики, которые, как бы, рынок не очень насыщен. Да. Как ты проверяешь влажность? Влажность, если честно, я её не определяю никакими приборами. Она определяется, как меня учили, как она сама отработалась. Я просто всё это на ощупь и на вкус определяю сухость. Но оно сушится, как бы, каждый день. Там оно уже автоматом видно. Я просто беру руками и уже слышно. Ну, чтобы как её проверить? Она берётся сухая пыльца, высушенная, и мнётся в руках. Если она мнётся, ну, просто без усилий, она сыроватая, то есть сырая. Если мы ложим её в рот и начимаем жевать, и она у нас хрустит на зубах, это пересушено. То есть её надо до такой кондиции, чтобы она не мялась в руках легко и не хрустела. То есть её можно взять, поднимать, сыпать, там, об деревяшку, там, об стул, и она должна чуть, так, звон давать. Ну, главное, чтобы она не хрустела на зубах. Вот это самое главное. Да, не пересушенная. Да, не пересушенная. То, в принципе, я выделяю так. Да, ничего сложного нет, проблем с этим вообще нет. В промышленности вообще есть влагометры, которые продаются, и оптимальная влажность пыльцы это 8-10%. 7% это вот будет пыльца, которая будет очень жёсткая, она будет пересушена, вы потеряете плаваноиды, которые есть в пыльце. А если она будет более 12%, она будет покрываться грибом и будет действием. Да, спасибо. Так оно и есть. Ну, оно всё отрабатывается, проблем с этим нет. В принципе, многие собирают пыльцу и хранят её очень долго, поэтому многие пользуются заморозкой. Высушивают пыльцу в морозилку на сутки, ну, смотря в каких она объёмах, в сутки она в морозилке, минус 18, достают, убивается просто ноль, и там уже мой не заводится. Многие промораживают. Ну, так как я, вот, допустим, в этом сезоне я нашёл оптора клиента, ну, у нас был договор, что я собираю определённую партию, там, 100 кг, я им звоню, они приезжают, забирают, то я не занимался. Ни проморозкой, ничего. Она была всегда свежая, то есть собрал 5-7-10 дней, 100 кг и поехала. То есть я не занимался ни фасовкой, ничем. Всё, как бы, полиэтиленовые мешки, всё засыпалось, завязывалось и сразу же её забирали. То есть проблем в этом нет. Поэтому в моих условиях я просто обязан, в принципе, собирать пыльцу и она, ну, как бы, даёт мне дополнительный доход. Допустим, вот в этом сезоне, когда у пацанок, не знаю, надо вам это знать или не надо, у нас пыльца по нашим ценам была от 150 гривен опта, я говорю за опт, до 200 гривен. Да нет, это же пацанок рядом тут. Ну, я думаю, да. Всё зависит от объёмов, потому что есть люди, которые сдавали оптом, не в розницу, а оптом, по 200 гривен за килограмм. Большие объёмы и, в принципе, дают такие деньги. В розницу, опять же, была цена в среднем 180-220 гривен, это в розницу, килограмм пыльцы. В принципе, это мало, это очень мало, потому что, ну, если у кого-то не очень хороший медонос, пыльценосная база, и он собирает пыльцу, это всё-таки будет осаждать пчёл. Это влияет на развитие. Хотя, опять же, у меня такая мысль, это субъективное моё мнение, то, что чем больше опирается пыльцы, тем больше пчёлы активизируются на её принос. То есть, когда они, ну, видят, что всё-таки есть какая-то нехватка, они проносят более, самые мелкие зёрнышко, как бы, ну, всё равно они чувствуют нехватку, видят шалпорт, и пчёлы, как бы, более активизируются в приносе. Они не хотят оставить своих пчёлок без льды, без пылькового корма, поэтому они активизируются. Хотя, я могу заблуждаться, это просто моё, как бы, субъективное мнение, тут я не буду утверждать. Вот это что по пыльце? Да, вот ещё у меня навесные пыльцесборники, они стоят недорого, но они рабочие. Рабочие, в принципе, они давно окупили себе, в принципе, сразу. Сушилки тоже, хоть они и дорогие, они окупили себе буквально там за 5-7-10 дней, ну, в зависимости от сбора. То есть, всё это окупается очень быстро, и это рентабельно. Опять же, если хороший принос здесь пыльцы вашей местности, ну, нашей и вашей. Есть ещё донные пыльцесборники. Я сейчас тестирую, мне Денис подарил донные пыльцесборники турецкого производства, мы сейчас их тестируем в тестовом режиме. Ну, сейчас уже не тестируем, мы тесты не делаем, пыльцо мы сейчас не собираем, но будем ещё, собственно, работать с ними. Это неплохой вариант для тех, кто на басеке не каждый день. Это очень даже неплохой вариант, потому что не все могут приезжать на басеку и уделять этому много времени. Поэтому донный пыльцесборник, он именно этим хорош, что мы можем собирать пыльцу раз в два дня, в три дня и так дальше. И очень большая, как бы, плюс его, это дожди. Было много такого у меня, ну, не один раз, что я просто бёдрами выбрасывал пыльцу. Потому что где-то отлучился от пасеки, пока приехал там, прошёл летний дождь и просто пыльца вся замокшая. И я начинаю это всё перемывать, снимать, и это всё пыльца делается кашей, и она просто выбрасывается. Её можно тоже так же заморозить, ну, уже его в своё потребление, как бы, людям я это не продаю, не предлагаю, но его можно заморозить и, допустим, пчёлам в Каньте там весной всё это пустить. Ну, когда его много уже, там уже, ну, ничего морозить, это просто выбрасывается. Хотя я на форумах, там вот было даже, у нас есть пчеловодческий форум в Украине, такой форум на точку. Я там даже был, вот, в последний раз, я предлагал людям, кому надо вот эта каша. Хотя были там звонки, некоторым отправлял, но люди как-то не сильно. Так что, бывало такое же, просто выбрасывалось. Если перевести на деньги, это выбрасывалось очень большие деньги. Потому что даже по оптовой цене, это десятки килограмм, вот, за день. Вот, упустил, и всё. И дневной принос, это 10, 20, 15 килограмм, просто выбрасывается. Это 1,5-3 тысячи гривен за день. Я думаю, что стоит этим заниматься, кто, кто хочет, как бы, какой-то, ну, это как дополнительный заработок. Ставку, ставку я лично на пыльцу сделал, и буду делать и в будущем. Потому что этот сезон мне показал, что, если бы я не занимался пыльцой, было бы плачено с моим бюджетом, финансовым. А так, пыльцами меня очень не учило. Скажи, пожалуйста, какие у тебя камни, отверстия у персонала? Я понял. Пыльцесборники. Пыльцесборники или заводские? Заводские. Заводские. У нас просто, я же говорю, Апис называется. Пыльцесборник Апис на Хмельницкий. Выпускали город Хмельницкий. Там решетка, как заявляет производитель, пять миллиметров. Но там идет у них от четырех девяти. То есть надо брать сверло и проверять. Потому что у них чуть-чуть есть такая, как бы, варьируется. Но есть люди, которые у нас тоже собирают пыльцу. Они рассверливают до пяти. Я этого ничего не делал. Я купил и поставил. Ничего не делал. Проблем... У меня порода карника. Пчелы карника. Я перешел на нее полностью в тринадцатом году. Пять лет работаю с карникой. Карника очень хорошо приносит пыльцу. Мне говорят знакомые. Как бы, есть еще такой, как Бакфаст. Что... Мне просто интересно. Я езжу по некоторым басикам. И... Ну, я спрашиваю, как Бакфаст носит. И вот мне говорят, что Бакфаст вроде бы чуть-чуть хуже. Ну, я не знаю. Я с одним не работал. Не скажу. Но вот карника... Раньше у меня была степная, украинская степная пчела. То карника, как мне кажется, все-таки носит пыльцу лучше. И вот эти пыльцесборники с диаметром пять миллиметров полностью хорошо справляются с пчелами. Летом, когда была жара, были у меня с 25-ки. Были горы. Да, были. Но они были уже после обеда. В принципе, когда уже был в природе нектар. То есть им, конечно же, тяжелее. Я хотел и страдал. Потому что думал, ну, пчелки с пыльцой, с нектаром. И вентиляции нету. Как им трудно. Я переживал зароение. Но все было хорошо. Было... К вечеру плохо снимать пыльцесборники. Горы повесили. Но проблем не было ни с роением. Ну, в принципе, я занимаюсь маховодством. Матки у меня молодые. Я меняю. То есть, как бы, с этим проблем не было. Возможно, если бы старые матки были. И, как бы, меньше уделял времени на басеки. То, возможно, было бы и провоцировало это раение сильно. Потому что все-таки, ну, представьте, в улей все закрыто. Нет ни вентиляции, ни тонны. Один литок, на котором висит пыльцесборник. И вся семья через него летает. То есть, это был такой... Жестокий. Жестокий. Да, жестокий, жесткий. Ну, пчелы отблагодарили меня. В принципе, я их благодарю. Проблема литок. Литок у меня круглый. Литок круглый, 25 диаметров. Хочу вот это сейчас еще поэкспериментировать с тонными пыльцесборниками. Что бы бывает. А еще от мусора в донах? За донах, ну, мы как бы, мы поздно начали тестировать. Последнюю пыльцу я собирал еще 26 августа. Я снял пыльцесборники. Вот доны. Ну, есть крошечка. Но это все не очень, не существенно. Ну, у меня практики с донными нету, чтобы именно помусор. Но все-таки я строю что-то верхние литки. Там пыльца практически чистая. Я когда ее вею, я просеиваю обычный, как бы, сито для меда. Ну, с ручкой. Я просто, это забирает, конечно, много времени. Я утром после сушки это все так стою, пересеиваю ручно. Это очень, ну, оно надоедает. Поэтому я начал думать о покупке. Есть польская веялка для пыльцы. Да, она вибрирующий сито. Но она, как бы, необоснованно дорого. Она-то окупается. Ну, она, ну, там не за что, в принципе, платить такие большие деньги. Поэтому в Украине я нашел производителя, который согласился сделать это в домашних условиях. У нас много есть людей, которые в домашних условиях делают и медовонки неплохие, ну, и разные инструменты. Вот он согласился сделать мне вот эту веялку для пыльцы. То на верхнем блюдке там я, по сути, вею от муки мука. Очень-очень мелкое зернышко пыльцы и мука. Этого можно не делать, по большому счету, потому что оптовики, они забирают все. И с мусором тоже веют. Потому что цена дешевая, они там сами все перевеют, и как бы проблем нет. Но, так как я продаю в розницу, это мое имя, мое лицо, то я независимо оптом на это или розницу, я делаю, чтобы это была качественная, бурная, сухая, без мусора, без крылышек. И, как бы, ну, это мое лицо и имя. Поэтому я этим занимаюсь. Хотя можно это и пропустить, если работать на оптовику. Вот это шоу, как бы, по пыльце. Если, как бы... У меня такой вопрос. Да. Перед массового облета труднее. 12-14 часов. Что делать тогда? Решетки я вообще не открываю. То есть есть люди, которые собирают пыльцу до обеда, открывают решетки и закрывают там, ну, на второй день. У меня все время закрыты. В этом хмельницком пыльцисборнике есть трубочки для выхода трута. Но, как я занимаюсь выводом маток, в принципе, для меня это ничего плохого нету. Потому что я, наоборот, я делаю трута своего. То есть у меня есть отцовские семьи. Я делаю отцовские семьи. И поэтому труд, если этот не может зайти, он где-то разлетается. То есть мне от этих семей труд абсолютно... Он выходит, а зайти, по сути, не может. В этих семьях. А для вывода маток я насыщаюсь своим трудом. То есть у меня там... Я туда пыльцисборники не ставлю. Вот почему я вы... Я начал собирать пыльцу, где-то начал навешивать на 50 ульев. А снял, я так рассчитывал, 70 ульев пыльцисборники. То есть у меня варьировалось. То есть там у меня семья воспиталка, там у меня отцовская семья, там у меня отводок. И там где-то я вешал, где-то не вешал. И поэтому у меня нет полной картины, сколько же семья собирают пыльцы за сезон. Потому что, если поделить по тонажу, то это получается довольно-таки чуть ли не 20 килограмм. У меня главное было, что я туда-сюда игрался. Там семья зимовалая, там отводок, там пыльцы приносила пыльца под вал, лоточка. Там приносили на тонышке. И опять же, есть пчелосемьи склонные к приносу пыльцы. Потому что стоят две семьи, одинаковые, пчелы, порода, все одинаковые, ульи. Но в одной полном пыльцисборник, а в одной половине. И вот было у меня пару семей, которые, ну не много, а пару семей, которые весь сезон носились стабильно по два пыльцы. Вот они приносили, приносили. Другие, смотришь пыльцисборник, там одно-два растения, оно же все видно. А в этих вот так микс, они умудрялись находить, склонность пыльцы искать и так дальше. В этих слабых ты оставляешь или приносишь, не мучаешь тех, которые не собирают? Тех, которые не слабые, там от водочки. Хотя я стараюсь... Которые семья нормальная, но пыльцы мало собирают? Нет, собираю, все равно собираю. Они, ну пыльцы, они все равно собирают, но это как, знаете, как люди. Один пошел и работает работа, а другой поработал, просто сел отдыхать. То есть они точно так же работают, все, мед носят, просто вот они хотят только так по ходу приносить. Но это надо проводить какие-то, ну, я не знаю, эксперименты, все вот это проводить, испытывать. Но вот я заметил, что все-таки склонность к чем... Вот у меня есть знакомый, ну, который именно делает, так сказать, селекцию на принос пыльцы. Он делает селекцию, он выводит маток, именно вот, как я говорю, те же с ними приносят по два пыльца сборника, вот он выводит маток от них, вот он так делает. Ну, я так не делаю, потому что у меня, ну, как бы, я выложу маток для людей, для себя, то, как бы, хотя, если заняться именно целенапайно одной пыльцой, то можно точно так же делать селекцию на принос пыльцы. Выводить хотя бы элементарно, это громко звучит селекция, ну, примитивная селекция на спор пыльцы. Рещеточка на вашем пыльце, она открывается? Она подымается, да. Так его трудни открывают сами? Нет, трудни не могут, она все время закрытая. Но толкает ее и закрывается? Нет, никогда такого не было. Там туго, она туго, она туго закрывается. Я просто, так получилось, что мы ехали по Лимитану неделю назад в Беларуси, и мне Денис говорит, а ты там, мы едем в Малку. Как Малку? Ну, типа там, да расскажешь про пыльцы. Я просто, ну, я вам не подготовлюсь. У меня много есть видео. В принципе, видео по сбору из пыльцы можно посмотреть в Ютубе. Ну, я мог бы показать, я вам не подготовлюсь, какие пыльцы в сборнике, где висят, как висят, вот это все на лице. У меня все это есть, по сути, ну, для хорошей презентации. Ну, я просто, так сказать, не готовлюсь. Сейчас, я скажу, просто он первый раз выступает. Его заставить что-то делать выступать, я бы его не смог. А так насильно, вот уже хоть брошюрку посмотрел, я ему даю брошюрку, фото. Едем, я говорю, а ну посмотри, фото, кто-то выступает. Он говорит, какая штука. Он сидел полчаса, молчал. Не, я открыт для всех, всегда у меня пасека, ну, по крайней мере, и для всех. И для вас, для... Ну, я всегда вот видео снимаю, я говорю, басека моя ответа для всех. Показываю, рассказываю, все как есть, без лжи и фальши. То есть, ну, мне нечего скрывать, особо, ну, что если делюсь всем, чем... Я люблю и делиться, и услышать, посмотреть, то есть... Потому что, хоть я и учился на пчеловодах, но скажу так, что многого все равно я узнаю от людей, от гостей, вот от этих поездок. Вот, много чего интересно, все равно где-то что-то подсмотришь, где-то что-то подскажешь, то, ну, я, как бы, больше могу открыться, так сказать, в колуарных общениях. А вот как-то вот так мне, ну, я никогда так не выступал, и, в принципе... Поэтому я просто не могу, возможно, раскрыться по моему самому. Без проблем. Полтава, Полтавская область, басека, я же говорю, ну, можно найти, посмотреть все это и даже, как выглядит басека, как что-то. Вот это что по сбору пыльцы. В принципе... Да, конечно. Что я хотел бы дополнить, вот, по поводу пыльцы. Мои первые котельки, которые я заработал на пчелах, это была пыльца. И я начинал с килограммов в неделю и дошел до того, что сотрял 25 детей. Если смотреть, вот, мы вчера, сколько общались с Иваном, у них там немножко другая зона. Если вы поняли, сколько там пыльцы собираются одной семьи. У нас это, может быть, было бы только в тринадцатом году, вот, из моей маленькой праздники. Сотрать у нас пыльцу, скажем, в больших масштабах, здесь, скорее всего, нужно перейти только на сбор пыльцы. Потому что, если сравнивать их практику, помогает сама природа, чтобы пришла и пыльца. Чтобы мы работали с нашими семьями, это без разницы какая, кто какую породу держит. Есть система кормлёжки раз в три дня, чтобы собрать именно то большое количество пыльцы, которые можно взять у нас. Когда я говорю большой, это у нас заходит примерно, ну, в хорошие годы, там, наверное, будет 2,5 килограмма. Это максимум, что, может быть, одна семья нам, не себе будет. Для того, чтобы, ну, вариант собирать пыльцу для нашей Молдовы в любой зоне, это, я думаю, что можно сделать или позволить себе человек, который всё-таки держит стационар. Да, стационар, я стационар не качу, поэтому у меня три направления, мотководство, мёд и пыльца. Ну, я ещё занимаюсь сбором маточного молочка, но это всё под заказы, это не промышленное. В принципе, у меня ставка на три. Если я вот пролетел с мёдом, меня выручат пыльца и матки. Ну, матки всегда выручают, в принципе. Это вариант для количества, скажем, ну, по моему мнению, от 100 до 150 метров. Вот можно собирать пыльцу, комбинировать, не идти только в пыльцу, потому что всё-таки наш климат, он далеко не для пыльцы. Но комбинировать и не прогореть, не уйти в ноль. То пыльца, для многих чинововодов, особенно в произвесах, это будет, ну, замогательный фактор, который всё-таки нас будет держать на плыву, чтобы мы не опустили полностью руки. Там, в каких-то годах, когда не то количество мёда и... Всё первое. Вот как у нас. Всё надо пробовать, экспериментировать. Нельзя так взять, сегодня купить на всю пасеку на 300 семей и, ну, купить всё оборудование. Оно не будет приносить никакой выбыли и так дальше. Всё надо смотреть в свои условия. Я раньше тоже не собирал пыльцу весь сезон, не только, но чуть-чуть. В начале сезона, весна, апрель, май, как бы вот эти два месяца сбор пыльцы. Ну, тут всё надо смотреть. Потому что условия разные. Разные условия. У меня просто лес. У меня лес, лиственный лес и, ну, дуб. Я вот говорю, у меня дуб, ставка на дуб. Очень хорошие приносы. Ну, в принципе, я смотрю, у вас и дуб тоже есть. Ну, опять же, у вас, вот мы ездили по пасеках, есть лес мораженый. У нас лес, если даже приморский, да, он примораживается. Но лес, оно всё равно защищён чуть-чуть. Да. И как бы проще. Вот только поэтому. У нас тоже по всей Украине, то есть, никто, ну, нельзя так вот собирать пыльцу. Потому что разные условия. У кого-то только там подсомок есть, акации подсомок. Это просто в моих условиях я так делаю. Это не обязательно так. Момент, чтоб сравнили бы цену ихнюю и с нашей ценой. Даже вот. Мёда, 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 мёда. Нет, не мёд, а про пыльцу. Про пыльцу, вот. Как бы есть разница. Если человек работает той ценой там у них, я думаю, что с нашей ценой что-то, что-то можно сделать. Что-то, скажем, какой-то дозармоток, да, к тому, что мы можем там сделать и с мёдом. Потому что в основном все работают на мёд. И что ещё хотел сказать. Если я когда-то дошёл до того, чтоб сыграть 25 кг в день, то на сегодняшний день все мы пыльцеловители, их там около 150, они уже два года ждят спать. Просто я об этом и говорю, что есть определённый барок. Если ты дошёл до такого-то количества пчёл, и ты дальше идёшь, то есть не фокусируйся на одно направление, а больше, то пыльцам на фронотический профиль. Не, но если, допустим, вы медовик, ну реально есть мёд, то вам не рентабельно, по сути, будет работать с пыльцой. Потому что всё-таки это пыльцосборник, пчела будет совсем нигде принос, это будет торможение. И тут ставку на пыльцу нельзя делать. Я же говорю, из-за того, что у меня стационарный, только поэтому я сделал ставку на пыльцу. Потому что у меня отцвелось на всю рост, посеяли поле у меня, допустим, рядом. Мёд есть, не посеялись, значит мёда не будет. И получается, тогда у меня вот срабатывает ставка с пыльцой. Вот и всё. Те, кто у нас здесь на Украине занимаются медовиком, ну медовик, они не занимаются пыльцой, потому что это много всё-таки времени забирает. И просто просчитывать, что им это будет не выгодно. И я посчитал, что для меня это выгодно и в принципе доволен на сегодняшний день. Ну а там будем смотреть. То есть всё зависит и от количества семей, и от работы, и от специфики. Ну вот я езжу по пасеках, есть люди тоже, я многое отчего пыльцу не собирать делать. И вот я давно был на одной пасеке, почти 500 семей. И они, ну, пришли тоже к такому выводу, что всё-таки надо делать ставку не только на мёд. Потому что сегодня мы вот есть, завтра его нету. И как бы всегда есть какая-то подстраховка. Но я буду приобретать поздно. Тут же шагать, можно же настроить такую технологию, что не обязательно отбирать пыльцу целый день. Можно собирать там по 2 часа в день, ну если есть хорошие приносы. При этом это не будет отражаться там на медосклоре, на семье и так дальше. То есть я думаю, что, к примеру, там 300 пчелосемей, и по 100 грамм каждая семья там принесёт, ну не целый день, допустим, если хорошие. То посчитайте, какой как бы объём собирается. И в принципе, если есть хорошая розница, то это очень даже хорошая помощь, если есть розница. Если розницы нет, там лоб там дешевле, как бы может и не стоит. Что касается сбора пыльцы, мешает это или не мешает медосбору. И тогда, когда я собирал пыльцу, самые богатые дни пыльцой были именно тогда, когда были и большие медосборы в тот день. И стояли весы, которые стояли под улицом с прицеловителем и отдельно. По килограммам нет никакой разницы. Но я тоже, я не увидел, я вообще не увидел, честно скажу, не увидел ни по семям, ни по... Ну по меду понятно, но я же говорю, моего знакомого, который, он точно так же собирает пыльцу, точно такими же пыльцосборниками, он на этот сезон не рискнул. Он говорит, приносит лектора плохие, то есть он даже не одевал. Но вот так получилось, что он у меня пыльцосборник, то есть, и при этом я его обошел. Обошел финансово, в плане этого, и по меду у нас одинаково, но я плюс просто в этом. Я хотел такой вопрос к вам. Я не знаю, как в вашей зоне, но у нас в нашей зоне очень много брызгают. Чего? Брызгают. Брызгают. У меня у нас тоже. Я хотел узнать, не отражается она от качества пыльцы, не остается у меня кто-то делать анализы. Да, я понял. Оптовики у меня брали на анализ, но я не знаю, как они проводили анализ, я этого не скажу. Надо быть откровенными, у меня нет такой практики, что там 20 лет я занимаюсь. Но за мою пыльцу брали на анализы. Она чистая, она красивая, она вкусная, хорошо высушенная. Мне предлагали просто люди даже накладить, но это не существенно, но больше, чтобы забрать мою пыльцу. То есть, ну в моей местности, у меня там лежит лес, там особо-то сильно ничего не обрабатывает у меня. Ну по Украине, да, обработки есть, но это конечно как-то влияет, смотря с чего принос идет и где басека стоит. Если она стоит там на рапсе и ее обрабатывают, возможно эта пыльца будет как-то отражаться. Но в принципе у меня еще такого не было, чтобы взяли пыльцу и были бы жалобы от автовиков или от розничной торговли, ну от клиентов, что пыльца там или какие-то проблемы со здоровьем. Ну как бы возвратного, как бы негативных отзывов не было. Пока на сегодняшний день все нормально. Но это все надо проверять. То есть, ну, как бы в моей местности не попадалось, чтобы обработали, я собрал пыльцу и потом где-то что-то вылезла боком. Тут я не скажу. Но я думаю, что все-таки да, на пыльце, опять же смотря какие препараты, должно отражаться. Я думаю, что так. Все, наверное. А карнику? Карника у меня с 2013 года. Карника из Германии и Австрии поставляют мои друзья. Допустим, я смотрю какие, что мне интересно. В прошлом году, допустим, вот Иван Михайлович привозил с Австрии. Карл Тарна, заводчик, такой селекционер в Австрии есть. В этом сезоне, ну и в прошлом сезоне, Денис Владеев занимается самозом карники. Ну и просто материалы из Германии. Брал у него, вот в этом сезоне я взял пешец, мне интересовал пешец. Он мне дал пешец, склинар. Склинар я никогда не пробовал, не знаю. Ну, по этому я больше расскажу. Люди, которые занимаются селекцией и как бы по линиям. Я беру, занимаюсь вводом маток, я не селекционер, я обычный практик пчеловод. Я занимаюсь, по большому счету, ну только правительство для репродуктов. Для репродуктов. Я взял маток с Германии, с Австрии и от них вывожу дочек, F1. Труд насыщаю я, насыщается семей, то есть чистопородный труд получается. Как бы все с каждым годом, все лучше и лучше. В округе пчел мало, ну и есть пчелы, но их в селе, я купил дом под басеку. Пчел мало, и я думаю, что уже у них трудовой фон гарненький. То есть там мои пчелы просто покрыли. Потому что их мало, и там уже как бы очень малое количество. И я наоборот насыщаю трудом. Они у тебя тоже не покупают, наверно, матки? Есть, нет, ну по месту у нас, я раздаю, я много раздаю маток. И не плодок, и не плодок, то есть с этим проблем нет. То, как бы, селекцией именно я не занимаюсь. Просто я взял маток, посмотрел, вот в этом году я взял маток, пешец, склинар, сделал дочек, от них там группы по 20 поменял в отловке. То есть у меня нуклеусы, у меня такие нуклеусы есть, и маленькие. И они там, я смотрю, как они пошли в зиму. По меду они мне ничего не показали, естественно, потому что просто. Сейчас посмотрю, как они отзимуют, как весеннее развитие пойдет. Если никаких боков не будет, ну уж у меня там, по дочкам, что плохое развитие или еще что-то, то есть, то я не буду выводить маток. А так, в принципе, они у меня идут сразу же в репродукцию. Увожу мат, так же надо. Вот эта порода, о которой вы говорили. Карника. Вы продавали сюда, на юге, в Ладыской области, как она принадлась? У меня буквально в сентябре в Молдову. Не знаю, три матки у меня поехали в Молдову. Я-то знаю кому, но надо посмотреть кому-то по фамилию, я не скажу. По всей Украине работают они хорошо, опять же, многие спрашивают на юга. Как бы, есть, опять же, разные взятки. Тот же подсомок. Садится она, не садится, пчела. В моих условиях, кстати, у меня нет конвейера. У меня липа, после липа разнотравят, там подсомок есть и посерят. И все. В моих условиях карника отличная пчела. То есть, я на нее перешел и, в принципе, она мне нравится. Есть много вариантов Бакфаст. Есть люди, которые могут поставить хороший материал, как бы. Ну, меня она устраивает полностью. Хотя бы, опять же, карника и Бакфаст. Говорят, все-таки, карника лучше приносят пыльцы. Я думаю, зачем мне тут Бакфаст, если я занимаюсь пыльцой? То, как бы, работаю с карникой. Вот, как бы, в принципе, что по карнике. Она хорошая пчела, неройливая. Ну, пчелы все роятся, если довести их до этого дела. Ну, в принципе, я работаю корпусами. Многлупо-осстановительная система. Расширяю корпусами. У меня нету порамочной работы. То есть, я все время на пасеке. Даже если я смотрю, появилась борода. Я открыл там маточник, да, там, допустим. Я его сорвал, расширил. И на этом, как бы, все роение закончилось. Нет такого, чтобы она заболела и пошла в руку. Пока не отроится, не выглядит. То есть, проблем нет. Ну, опять же, молодые матки. Замена мата каждый год. И просто... Молодая матка не роится просто. Ее надо довести до такого состояния, чтобы она строилась. Молодая молодая. Да, вот как бы... Что по карнику, так вкратце? Я думаю, не будет лишнее сказать, что селекция пчелы на пыльцу заговорили за карнику. Понимаете, поравнявши их, этих пчел с другими породами, они рано весной много расплода дают. Стремительное развитие. И если у пчелы много расплода в гнезде открытого, им нужно много пыльцы. И они побольше несут. Если Ваня взял сетку, поставил, и через эту сетку все падает туда, в пыльцесборник. Так пчела видит, что ей нужно. И она таскает, таскает. Поэтому селекция должна быть и в эту сторону. Как я говорил, что одни могут принести много пыльцы, другие поменьше. А почему меньше? Меньше расплода, слабое развитие. Можно я вас перебью? Просто есть особенность все-таки у пчел накапливать пыльцов. А есть, которые несут именно столько, сколько им нужно вот сейчас. От потребности. То есть, это тоже один из итогов. То есть, есть пчелы, которые им нужно накопить лишних 5 кг. Они копят, копят, а он уходит каждый вечер. И забирает. Так что, это один из направлений. Ну, насчет копят, то я не видел, чтобы там очень много было. Или вовсе не было. Я вам скажу, вот покарники, то вообще она, когда приносит пыльцу, то сбивает в рамки несколько рамок, и оно не по всем гнезду разбросано. Как попало. Ну, карника, она хороша в этом плане, в содержании, в пыльце, ну, она действительно хороша. Так что, вот поэтому я остановил свой, как бы, выбор, ну, на сегодняшний день, может еще как-то-то что-то придумать там лучше. Какая-то карника. Хотя, у меня, это Карпатка. Карпатку я не держал, в принципе, она только была у меня в начале моей карьеры, там, 16 лет. Ну, тогда был молодой зеленый пыль, ну, я просто не мог, не понимал, ну, и не то количество. Ну, в принципе, ну, мне кажется, с Карпаткой они чем-то схожи, это просто более специальная работа проведена с Карпаткой. Поэтому, как бы, на нее хороший спрос, и она себя хорошо показывает результаты. Карника хороша в тем, что, действительно, только принос пошел в природе нектара пыльцы, она бурно разбивается, и хорошо начинает работать. То есть, видите, как будто расхода добавляет, то есть, она активизируется. И, в принципе, это меняет подкупами. Вот, в принципе. Так. В искусственном пыльцу подставляешь никакого шага? В смысле? Нет. Ничего не подставляют. Типа, там, соя, да? Нет. Ну, нету смысла. У меня, я же говорю, я буквально день-два даю, чтобы они стартанули себе чуть-чуть, и закрываю полный, ну, я называю это полным отбором. Ну, у меня закрыли. Я снимаю пыльцисбольник, когда смотрю, прогноз погоды, на завтра дыш передают. Вот. Тогда я уже думаю, да, их надо снять, их надо периодически мыть, потому что решетка залаивается чуть-чуть. Они там и прополис, особенно ближе к концу сезона, и начинают прополисом заделать решетки. Я их снимаю. Это очень много мороки, перемыть их. Это мороки действительно равные. Сколько лет ты пыльцисбольником? Самые старые? Ну, вот я говорю, я с десятого начал заниматься усиленно пчелами. Я тогда все так, все скопом купил. Наверное, ну, самые старые, наверное, вот это уже скоро будет. Пять точно лет. Пластмассом срошится? Есть такое, что бывает неосторожное поведение, там снятие, там девушки, оно бывает лопается. Ну, в принципе, ну, пластик, понятно, как бы, есть такие, что и лопается. Там где-то дернули, пропали, отпали. Ну, оно... 100 рублей и жилей 100 рублей. Да, ну, все это, как бы, копейки. Есть разновидность пыльцисбольников, есть их разные. Ну, я взял ставку на, так сказать, на дешевые. Ну, как, относительно собирал отзывы, какие хорошие взять. То есть смотрел, как люди отзываются. И выборы строительства, которые были недорогие, но на очереди. В принципе, я сам сейчас рекомендую людям, которые мне звонят, спрашивают, кто рекомендует. Потому что есть более дорогие аналоги, но они не просто дороже, а работу выполняют уже сам. Вот посмотрим теперь, как бы, с домами. Меня заинтересовало донные, потому что можно... Вот я Денису говорил, он сильно смеется. Говорю, у меня вот такие нуклеусы есть, я их и маток в них вывожу, и отводки, и на пакеты. Заказал у него большую порцию. Я говорю, было бы классно, если бы тут еще было бы пыльцисборник. Он говорит, ну, ты вообще... И точно так же же на рутовскую систему. Говорю, чтобы было больше проходимо с пчел, поставить донный пыльцисборник и навесить навесной. Ну, это я так скажу... Хотя... Почему бы нет, все надо экспериментировать, пробовать. Ну, опять повторюсь, по этому сезону, если бы не пыльца, то есть за счет пыльцы она перекрыла все мои... То, что я поставил себе за цель заработать определенное количество денег за сезон, именно пыльца мне это все давал воплотить в жизнь в моей цели. То есть только из-за пыльцы я сделал поставленную цель. Многие приходят сначала к пыльцам пыльцев. Ну, я же говорю, если... Если вот мне просто такие условия, что если... Ну, мне грех ее не собирать. Просто грех. Вот в Денисе я был в гостях, у него там тоже балки, у него тоже принос пыльцы. А я ему говорю, почему ты не собираешь? Это дополнительный заработок. Стул килограмм даже по оптовой цене. Это, ну... Какая сумма набегает? 15 тысяч грн. Просто надо вечером собрать и сушилку. Вот и все. То есть... Стоит? Пробуйте. Ван, ты любишь спать возле баски, а мы любим дома спать. Вот, вот тут, да. Тут, конечно, очень большая. Вот у меня, когда начинается сбор пыльцы, там есть у нас эмироприятие, там Жалявские круги. И я начинаю думать, что один-два дня я просевал, и это большая сумма денег, то есть получается. И я никуда не езжу, я живу на пасеке. Вот, особенно первый месяц, апрель-май, я уезжаю на пасеке, я даже не еду домой. Ни к жене, ни к детям, я там. Я безвылазно там, потому что каждый день он очень, очень даю, да. И я никуда не езжу. Потом уже летом, я тогда мотаюсь домой, давай сюда. А вот хватануть надо первой, особенно весна. Как рутовский? Почему так рутовский? Почему на рутовский? Да, рутовский. Пришел, у меня раньше были все системы. Тадам, лежак, там двухкорпусный, трехкорпусный. Были у меня и рутовские. Ну, как бы оно собиралось тогда, как бы учился, сюда кучер потихонечку стягивал. И просто я посмотрел, за все время анализировал, что рутовские, с ними более приятно работать, удобно. И у меня просто они были. Я когда решил заняться полностью пчелами, и я решил, что на пасеке должен быть один тип улья, один тип рамп. Это способствует быстрой работе с пчелами и как бы нет разнобойности. У меня любая крыша, любое одно, любой корпус, все взаимозаменяемое. К любому улью. К любой. Я подошел, я взял ту крышку, надел туда. То есть у меня нету не составных вот этих всех диафрагм. У меня нету подкрышников, подушки. Я сразу тоже делал подушки. А потом я посчитал даже просто обработку пчел, например. Просто подойти к улье, снять крышу, снять подкрышник, снять подушку кинуть. Но все это, как правило, кидается. Мало кто там аккуратно. Все это снимается и кидается. Я посчитал, что это запирает 100 ульев. Это по секунде, по две нагнуться. Представьте, я кину, а потом мне надо нагнуться подушку, это все снять. А так я просто подошел, конечно, снял. У меня доступ сразу к улью. Тут нету вот этого всего. Я решил, чем дальше, как говорится, в лес, решил меньше делать работы. То есть лень двигатель прогресса. И чисто поэтому минимизировал все вот эти дела, чтобы больше увеличить времени на все. Потому что в планах все-таки есть развиваться. Но сильно не стартую, прям сильно. 300-500 семей. Я хочу найти, иду постепенно, хочу найти свою эту срединку, где я сам могу все это делать. Потому что я все делаю сам. Рамки пилю, рамки натягиваю, наващиваю. То есть нуклеусы, подготовка, канди, вот это все замесы, вывод маток, транспортировка, отвоз. Все сам. То есть помощников мне нет. Только на откачку брать сестра, жена. Вот это как бы... Раньше был наемный человек на откачку меда. Но сейчас приобрел идеальный металон на 42 рамки. Там только клацает кнопку. Успеваешь обрезать рамки. Вот и все. Вот рутовская система, она просто более легче мне с ней. Понятно, что есть 45-е корпуса, легче на спину. Но пока здоровье позволяет, работаю с рутовской системой. Корпуса подымаю. Занимозаменяемость. То есть корпус снял. Лакировки, вот это все, все корпусами. Когда я расширяю, тоже корпус там, сушь, вощина принес, банку. И вот в зиму, например. В зиму я семьи не собираю где-то. В принципе, я вчера по пастиках поездил. И в принципе, что-то схожее со мной есть. Мне просто понравилась такая технология. У меня внизу расплод, пирога, все что есть. Я туда не смотрю. Я туда ставлю полоски в августе. И сверху ставлю корпус меда. У меня пчелы зимуют на подсолнухе. Сиропа я не даю. На улице. Улиц 25-ки проварены в парафине. Мне главное сверху над головой, чтобы был горш. И все. Вот это у меня вся сборка гнезда. И если раньше там выжимали, сокращали. То сейчас стараюсь просто сверху корпус меда. Пчелы зимуют отлично. Ну отрабатываются с этим. Вот я вчера ездил. В принципе, то же самое увидел. Люди из-за того, что не делают лишних телодвижений, имеют возможность обслуживать большее количество пчелосемей. Потому что в осени, допустим, в августе надо это все сократить. Каждую семью это забирает много времени. А я просто оставляю корпус меда. Да, это экономически не выгодно. Выгоднее выкачать мед, дать сироп. Но я решил, так как работаю сам, что мне дешевле оставить посолнечные моменты. Вот то, что так быстро по работе с улейскими. Как ты перешел? Переходил я очень быстро. Мне хочется все сделать красиво, чтобы было не быстро, без всяких вот этих телодвижений. Я просто доданы, вот это все я брал, стряхивал. Ну опять же, жестко все было. Стряхивал пчел, делал рекалов, вложил туда рамку. Есть там ростой? Нет. Белой отпилил рамки. Где? Ну и прибил планку. А? Да. И сразу же брутовский конкурс. Вот так я менял. Когда вот делал новые улей, у меня просто подкрышники были. Я ставил под низ брутовская, а меня трехсотая рамка туда влазит. А потом, когда решишь, надо же выходить быстро. Я в один сезон все это пилил, пилил, рубал. В каком периоде по месяц? Весь сезон. Потому что нельзя было это все в один день сегодня. Потому что вывод маток все это забирает на времени, а помощника нет. Просто появилось пять минут, подошел к пулю рамку, стряхнул. Мед там не мед, нектар. Оно льется, пчел режу. Ну как бы жестко. Бывало такое, что отрезаешь, там нет. Ну мало расхода. А так в принципе ростовская система, как бы расход от бруска до бруска. Особенно, когда это расходный гнездорок. То все резалось. Попадало, что и расход на водоноской рамки. Ну так я быстро и перешел за один сезон. И в принципе не жалей. Разнобойность рамок это... А вы сказали, что у меня тут свет уже не тает. А только крышка. А когда жара, не тают рамки? Нет, ничего не тает. Слух не палочки, это бывает, что опять даже... Нет, ну моих ничего не тает. У меня ничего не тает. Опять же, в ютубе можно все это посмотреть. У меня зендрич крыша. Она у меня такой толщины. Я тоже делал и боялся, что там будет слетать. Она у меня выборка сделана точно так же, как бы у меня без фальцевой улей. Ну в крыше вот такая выборка. Она на хлопучку. То есть вот басик в сантиметр. У меня крыша фанера четверка. Фанера четверка. Пенопласт двойка. И опять фанера четверка. Сверху алюминиевый типа Авравский резист. Я открываю сразу доступ. У меня пленок нету. У меня ни колстик, ни подушек, ничего нет. Вы говорите, что на первый корпус не меня, а там, кстати, мёд, футов. Да. И как они... Они, ну, смотрите, бывает такое, что в нижнем корпусе не смотрю, но там все равно есть подковки мёда. Бывают такие семьи, вот карника, чем она хороша? Она очень экономна в зиму, то есть по кормам. Ну, очень экономна. Она практически... То, что ей даешь, она той весной и остается. Такое ощущение, что она так заснула. Заснула и не спит. Она будет анабиоз такой, что все на месте. Есть такие семьи, когда там хватает вот этой подковки, есть такие, открываю весной, а пчел нету. У меня уже, думаю, один раз все, упало тут, осыпались. Они просто сидят на нижнем корпусе, даже на верхнем подошли. Ну, им хватило той подковки. Есть такие семьи, которые мало мода, подковок этих нет, потому что стараюсь уж нагонять, чтобы расходов было, ну, больше. И бывает подковки это нет, это все-таки расходное гнездо. То они просто, когда я ставлю им этот корпус, я ставлю полнометные рамки. И стараюсь ставить светлые рамки, не темные. Ну, есть и темные, но я стараюсь светлые ставить. Почему? Мед, они на него не лезут. Ну, цепляются, но им полнометные нечего там делать. Они всегда тут пониже, где теплее. То есть в пустых сотах, там где расплодий был. И, как правило, январь-февраль, кушать-то хочется. Они все равно вцеплены, с силой семьи позволяет цепляться сразу же этот корпус второй. И они потихонечку к зиме, в январь-февраль, переходят на эти светлые рамки. Они холодные, но все равно же воздух все идет туда и не цепляется. И просто весной прихожу, и семья есть тоже, ну, сидит на этом верхнем корпусе. Внизу там все осталось, там, ну, пустой, где раствор был. И они сидят на верхнем корпусе. А еще один вопрос. Вот этот мед, который вы на месте оставляете под сону, он зимой не потеряет? И, опять же, в ютубе есть все видео, где я весной этот корпус под сонуха расцарапываю. Это, опять, лишнее телодвижение, можно его не расцарапывать. Но я его расцарапываю, потому что его много. И мне надо талипы, чтобы его не было. Они это все переработали в расплод, то есть мне нагоняют силу семьи. И они хорошо этим, ну, разбиваются. И есть такой под сонух, который действительно берется камнем. Ну, очень такой. В челком, да, в челком, ну, трудно все-таки. Но вот весной есть видео, я снимал это, ну, я не занимаюсь там постановкой. Я распечатываю вилочкой, и там мед, ну, есть и жидкий, ну, как бы, такой разный. Ну, потому что он, получается, не то, чтобы чистый прям под сон. Это там и разнотравия, ну, как бы, вот такое. То проблем с камнем, многие, как бы, боятся, что не зимут на подсолнке. Стереотип тот, что он кристаллизуется сильно, и пчелы не могут ее взять и осыпаются. Я уже лет пять, наверное, как полностью, ну, это больше, не кормлю сиропом. Все на подсолнке, вот, и зиму. И проблем нет. И вот чего я в вилочерской системе, я стал делать светлые корпуса, да, чтобы по той причине, чтобы по весне она, рамки холодные, пчелы очень долго, ну, есть, конечно, но не очень хотят сеять там в феврале, в январе, там, расплода нету. Рамки холодные, ну, я не замечаю такое, чтобы активное там начали. И они седят долго, не сеет матка. А потом, когда пошло тепло, они все быстро, это на светлых рамках, получается и рамки светлые, и пчелы более крупнее, естественно, выходят. И, как бы, стеклом это все, как бы, очень хорошо, быстро стартует. А как на что стимуляции матки на осень? Ничего не стимулирую, никакими, я сиропом вообще не пользуюсь. У меня есть, как бы, я считаю, что выгодно было бы сиропом, но я просто посчитал, что не привезти сахар, растопить его, колотить, кормушки, и все это сам, если бы были помощники, ну, или наемный труд, то это было бы, конечно, рентабельнее. Это, как, ну, половину денег я экономлю. Потому что всему я оставил, грубо говоря, 2 тонны мёда. То есть, ну, даже больше. Я их мог выкачать по нашим ценам, это, грубо говоря, 80-90 тысяч, 100 тысяч гривен, в зависимости, когда сдать. А на сахар бы я потратил 40 тысяч, а счетов. А вы как работаете за рутовской системой? Вяжете чисто их паркуса подмёда или те же подмёда, ты можешь сдать и подрасходы? Да, вот так, да. И подмёдами подрасходы. Я... Нет чисто подмёда. Чисто подмёд нет. То есть, чисто подрасходы нет. Вот я живу, я страдаю зимой светлой рамкой. Как качество мёда там? Ой, у нас с такой ценой лабораторные следования авторики забирают за милую душу мёд. То есть, проблем с дачей нет вообще, что там мёд из расплодного гнезда. Возможно, когда мы пройдём... Куда? Акацию. Смотрите, в моих условиях акация есть, но она поддерживающая. У меня создавил практику, я никогда не качал акации. Лично я. У меня липа в основном. У меня такой район липа. Черноклён липа, акации у меня не было. Я к ней никогда не стремился семьи наращивать. У меня просто не было такой задачи. Поэтому, как бы, сбор пыльцы. Если видишь, как бы, на акацию, то всё работает. Да, тут есть, просто сказать, здесь я надеюсь. Сейчас уже внутрь показывают пластиковую овощину. Да, есть. Я пробовал, взял пластиковую овощину. Ну, мне не очень понравилось. Потому что, ну, мороки, они не так хорошо её устраивают. У меня там есть и металлическая овощина. Ну, именно сетка сделана. Ну, это всё не то. Хотя, ну, есть какие-то плюсы. Ну, пока мы к этому не дошли. Она не дорого, не обоснована. Если перевести на годы её эксплуатации, то она-то выгодна. Ну, на сегодняшний день она очень дорого стоит. Её, как бы, сильно так... Ну, если бы хотя бы дёшево стоило относительно. Можно было бы внедрять её сильно. А так, она дорого и дешевле пока на сегодняшний день в овощину будет. Что-то овощиной будет. В овощину праздничек. Нет. Двадцать пятка вообще не заметил. Но, опять же, у меня провалены в парафине. В Ютубе есть видео, как я варю, сколько времени. Для себя я увидел преимущество это. Действительно, за пять лет, продолжая сколько овощи стоят, я их крашу водоэмульсионкой и варю в парафине. Я увидел плюсы в том, что... Но я скажу сразу, почему я начал варить парафине. По той лишь причине, что когда я начал делать ульи сам, у нас в лес много шашель. Шашель, по-моему. Ну, жучок такой, который бьёт дерево. Я чисто из-за этого начал варить парафин и проваривать его. Чисто из-за этого. То на сегодняшний день, после первого дня проварки, ульи вообще никак себя не поменяли. Вообще. То есть, вот как оно приняло свою форму. Там где-то может трещинка. Потому что температура проварки 130 в среднем градусов. Там где-то дерево чуть-чуть рвануло. Оно не рвёт же там прям. Ну, когда оно быстро сохнет. То ничего не поменялось. Все шурупы нигде нет. Знаете, как оно дерево гуляет. Влага и так дальше. Хотя по весне, после зимовки. Опять же, у меня дно не сетчатое. Весной, если такие семья открывают, есть влага. Есть такое. Не скажу. В одних сухо. В одних семья одинаковые по силе. Но в одних есть влага. Бывает такое. Хотя у меня дно наклонное у меня. То есть, задняя стенка у меня 2 см. Передняя стенка 5. То есть, у меня дно наклонное. Я такие делаю. То вся, даже если влага там есть. Она в принципе всё сбегает. Убегает. Дерево ведёт себя исключительно. Но. Ну, самое такое дно. Которое гниёт быстро. Ну, как правило. Там же. Лагает снизу. То уль никак себе не поменяли. И в дальнейшем планируют дальше варить парафин. Парафин пищевой. Есть люди технически покупают. Ну, я решу. Так как делаю большие партии ульев для себя. Не дай бог, чтобы пчёлы там. Как бы себя плохо не чувствовали. То пищевой парафин. Он дорогой. Тем не менее. То проблем с 25-кой я вообще не увидел. То есть, потому что у меня были и 35-ка, и 40-ка, и липа, и не липа. Пчёлы ведут себя хорошо. Стоят у меня не на солнце. То есть, у меня нет тени. Я только сейчас носил деревья. Стоят на солнце постоянно, круглосуточно. Зиму и на улице. Пчёлы не ношу. 25-ка вполне хорошо. Пчёлы, как говорится, зимой хорошо себя... Может они не хорошо, но они живы-здоровы. Мёд носит, пульсу носит. То есть... Не жалеет. Да, да. И, ну, я же говорю при том, что нет у меня вентиляции. Сейчас на сбор пыльцы я хочу всё-таки попробовать делать, так как я закрываю весь уль, и нет вентиляции, чтобы было сетчатое одно. Потому что всё-таки жара, была жара, и пчёлы выхудчивались. Думаю, попробовать поэкспериментировать на сбор пыльцы именно. А так, 25-ка парафеня хорошо себя. Ещё, почему с 25-ки? Можно было бы, я думаю, и 22 мм, как они в канаве делают. Я думаю, проблем бы тоже не было. Но 25-ка из-за того, что я делаю ульи, и все отходы, у меня рамки без разделителей Гоффмана, и все отходы, которые у меня есть от ульевти, они идут на рамки с 25-ки. И поэтому у меня, я говорю, доску не обрезную, обрезную, и у меня нет вообще отхода по дереву, по доске. Потому что дерево травое, с каждым днём оно дорожает, и всё уходит туда, экономный ряд. Но крыша всё с 25-ки, и все отходы идут на рамки. Если есть более толстая, ну, конечно, мороки, я с облеском за этих всё вырезаю. Ну, как бы, когда одно тело таскаем, мы её пускаем на рамки, там, да, шинкуем, то тут я уже кусочки вырезаю. Ну, тем не менее, не покупаю своё и довольно. Ты говоришь, рамки без разделителей? Без разделителей нет. Нет ничего, я просто не кочую, не езжу. Пасека-стационар, мне потребности в гофт, у меня разделителей вообще нет. Я могу рамки сдвигать, раздвигать, то есть проблемы. Ну, я себе так работал. Если бы ездил, возможно, было бы, ну, невозможно, это было бы плохо, потому что рамки туда-сюда сбивались. А так стою на месте, иду на следующий день без разделителей. Экономия по времени в работе, экономия по дереву и так хорошо. Поэтому без разделителей. Ну, они, зачем они нужны, если мы стоим на одном месте? Ну, просто зачем? Угонить и не остановить. Угонить и не остановить. Так говорил. У вас есть вопросы? В лесу. Вот в лесу вы стоите, там обращают температуру в лесу, понимаете? В лесурино? Нет. Смотрите, это село, уже такое вымирающее. Я купил там дом. У меня есть два тачка. Ну, сейчас все пчёлы на этом тачке, потому что, ну, стационар. Хотя второй хочу, ну, это плавно. Пока их не буду открывать. Возможно, потом. Так вот. Все-таки не все его рассказывают. Нет. Все просто, ну, это планы. Мы же предполагаем, а Бог располагает. Потому что в одно время я располагал, и в одно время вот так получилось. Но я не буду рассказать и так. Как бы лично. Мне пришлось бросить басевичу на воду. Ну, басеку на воду. Меня басека легла. Я долго к этому шел, разводил пыльцу. И когда у меня басека пропала, осталось мало пчелосемей. Я опять все это восстанавливал. Мне друзья помогали. Деньгами, пчелосемьями. Точинец такой есть, знаете. Карпачий. Он тоже мне пакеты высылал. Опять же, для донавской рамки все переводил. Вот так сложились обстоятельства. И я купил дом возле леса, края села, где нету соседей, где никого нету. И просто у меня двадцать метров и большой-большой лес. Где много-много липы, много черноклена. Окации есть, но мало. Но она по краю леса. То есть у меня не в лесу, у меня возле леса. А птицей летает? Нет. Вот с этим пол полесло. Вывод маток у меня, как бы и облет очень хороший. Пропаршин нету, то есть потерь по маткам нету, по пчелам. Вот в этом году только ос очень много. Ос и много мышей. Если я прозевал в зиму, вот я в зиму собираю поставить задвижки, решетки, то у пчел мыши быстро пробирается. А в шерстник? В шерстник, конечно, очень много. В этом году очень там... Тоже, опять же, в Ютубе есть. Все в Ютубе. Ос очень много. Хорошо, он выбирает пчел, которые слабые, которые больны. Может всех не берет? Слабые. Медом круженые, где слабые. Нормально, то она слабая уже не может летать? Ну да, слабая, пустая бегать не будет. А так с птицами проблем нету. То есть, хотя есть рядом место очень хорошее Яры. Есть, в принципе, вот щурки в Яра живут. Ну, только Яры, но с птицами проблем нету. Ну, по крайней мере, я это сужу еще по самому облету маток. Облет маток хороший, то есть процентовки пропаж очень. Если в Ютубе есть очень большие пропажи, и маток, которые у меня с этим проблем нету. Только мышь. Надо мышей, в принципе, ну и с сосами. С сосами просто бутылки, компоты, а не бутат. Вот как бы такая ситуация. Компот? Компот, да. Компот, да. Спасибо за внимание. Если что, в кулуарах остальное. Спасибо Ивану за то, что он, во-первых, в нем хороший. Идет был все-таки? Нет, я дикю, честно. Я просто, ну действительно, никогда не выступал. Я всегда отказывался. Потому что я не считаю себя профессионалом. Потому что... Здесь никто не профессионал. Так, успокойся. Кроме двух. Не будем говорить по имени. Не, просто, ну... Чтобы кому-то что-то рассказывать, или что-то обучать, нужно хотя бы себя чувствовать, как бы, ну... Иван, ты обязан уже приходить в чашку. Раз, дойдясь с нами. И не забывай, надо же... Не, я не... Я во всех нахожусь в соцсетях. Я вот для всех открыт, со всеми общаюсь. Скайпы, вайперы, это все есть. То есть, ну, когда сезон, сезон, то, конечно, я на пасеке... Не, не, да. Меня не трогать. А то многие просто, типа, пишут... Иван, типа, что ж ты такой некоммуникабельный? Типа, в Ютубе там расскажешь, что ты такой пчеловодный, а сам не можешь с нами пообщаться, там, дать консультацию. А я-то консультирую детей, когда есть время. Когда его нет, но это просто нереально. Ты еще что, я сниму на пасек. Не все это понимают, как бы... Уже будут знать. Просто большое количество... Я же говорю, пасека не большая, но из-за того, что сбор пельцы, вывод маток, вот это все рамки, особенно весна, все сам. Вот смотрите, у меня пчеловоды делают там рамки, допустим, зимой. У меня пасека, я живу в городе, в квартире, а пасека в селе. И у меня там нету, не печки. Не, извините, просто быстро это расскажу. И мне просто там реально некомфортно делать там ульги, зиму. Я все это делаю, ну, март, апрель, а там уже идет надо быстро. И я вот это у меня идет активная работа. А в мои пыльца... А в мои пыльца там очень... Бывает, что собираешь пыльцу и просто смотришь, дождь движется. Взял тазик и побежал. Спина мокрая, но с паскутей. Смотришь, через два часа опять туча. Опять схватил тазик и побежал. Спина мокрая. Так бывало по три-четыре раза за день. Вот это как бы работа по пыльцесборнике. Да, и только поэтому донные пыльцесборники, вот я хочу дальше с ними попробовать работать, чтобы от дождя спасать, чтобы меньше бегать. Потому что это все физическое. Иван. А разделительные пользующие? Да, разделительные решетки польские есть, металлические. И сейчас... После первого или после второго польза скажешь? Второй, да? Второй. У меня весна я не ограничу, они у меня работают на двух корпусах. Да, а потом уже вставка решетки. А польские? Польские у меня раньше были вендуриновые или вендуриновые, тоненькие. Но они мне не понравились. Пчелы как бы чувствуют преграду, они не очень хорошо. Хотя есть такие пчелы, как бы смотришь хоть бы что. Есть металлические польские, но они классные. Они дорого, очень необоснованно дорого. Хотя они опять же обрадуют себя. Но сейчас решетки никот, они пластиковые, очень хороши. Пчелы хорошо проходят и в принципе стоят на половину дешевле, чем польские металлические. А польские целые или тоже? Нет, нет, целые. У меня корпус, я делал корпус, я делал от себя. То есть я делал ульи сам по себе. Я заканчиваю. Пусть у нас просили. Я делал корпусы, все делают там стандартные размеры, там внутри. 375. Я как-то думаю, буду делать 380, чтобы там были зазоры. И когда я купил польские разделительные решетки и о них размер 380, то они четко ложатся прямо на рамки. То есть без всяких обвязок, просто на рамки. А уже, допустим, никотовские, они ложатся на фальце, наверх. Но там я уже делаю проставки. Потому что, когда уже ложатся на саму рамки, уже тоже проходимость не та. Я делаю, чтобы хотя бы было 4-6 мм от рамки до решетки. Точно так же 4, ну 5-5, около 4, не меньше 4 от рамок до решетки. Потому что, когда бывает прогадаешь, рамки становятся на решетку, проходимость уменьшается. То, в принципе, вот как бы так. А уже довольно-до. А. НУ. НУ. РОМАНИДУ. Ну. ГОНКИ. КАЕpa. БОЕ. ИДАЦИВСА. КАЕpa. ПОЕЦЕВСА. КАЕП. ВИГ. ИДАЦИВСА. ИДАЦИВСА. ГОНКИ. Субтитры сделал DimaTorzok